Дорогие и уважаемые мои подписчики, гости канала Любимого ТВ. С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Давайте приступим сразу без долгих разговоров к теме нашей сегодняшней встречи. Ваш тайный поклонник, дорогие, тот, кто о вас думает, либо подглядывает, наблюдает за вами, мониторит вас. Кому вы симпатичны, кому не безразличны, но вы либо о нём не знаете, либо не вполне догадываетесь, либо вы сомневаетесь. Будем смотреть, и вы по тем чертам, по той характеристике, которую нам дадут наши магические инструменты, наши любимые Таро. Я надеюсь, вы поймёте, кто это. Ну, возможно, скорректируется ваша ситуация при просмотре. Вы поймёте, кто это, и, возможно, даже с ним задружитесь. А может быть, вы давно уже знаете, просто вы расстались, и сейчас он грустит, тоскует по вам. Дорогие, сегодня у нас будет три варианта. Первый, второй и третий вариант. Пожалуйста, выбирайте, можете поставить на паузу. Ну, а я приступаю. Итак, первый вариант. Кто же это? Кто это? Появится ли он сразу, этот инкогнито? Или он занял хорошую оборону? Итак, ну, девочки, появился, сразу появился. Это принц мечей, рыцарь мечей. Довольно-таки честный мужчина, воздушный. Либо у него, знаете, такой тип темперамента, лёгкий, а в то же время он усидчивый, вдумчивый, критичный мужчина, молодой человек. Он, знаете, ещё возраст может быть разной, девочки, но может быть чуть моложе даже вас. Он, знаете, такой неокрепший король мечей, но стремящийся. То есть, как в той сказке, я не волшебник, я только учусь. Вот. Но что-то близко к тому. Девочки, появился, появился. Ну, что-то стесняется, как-то появляется, но робеет, ещё не показывает себя в полную силу. Так, какие характеристики этого человека нам покажут ещё для вас? Девочки, ну что? Печалится он по вам? Страдает? Давайте посмотрим, почему, что именно приводит его в столь печальное состояние. Девочки, ну вы для него императрица, вы для него сама женственность. Возможно, он, знаете, влюблён в вас, и вы для него недосягаемая мечта. Опять же, женщина – идеал. Женщина, которая в совокупности имеет все самые лучшие черты, о которых мужчина может только мечтать. Которые характеризуют настоящую женщину. Девочки, он, по-моему, что-то прям ропщет перед вами. Даже такое слово пришло. Ещё. Почему он переживает? Девочки, вы знаете, ему бы хотелось, хотелось, но он весь в сомнениях. Его сердце пусто и холодно, ему не хватает любви. Он сомневается, у него есть к вам страсть, но она лёгкая. Это не страсть сумасбродства, это страсть и желание быть любимым. Желание также любить. Его нужно подтолкнуть. Понимаете, он то ли не делает шаги, то ли вы его уже где-то, может быть, отринули. Может быть, вы так общаетесь с другими мужчинами, что он просто в своих силах и сомневается, может ли он вам понравится. Какие ещё переживания? Почему страдает молодой человек? Вы знаете, девчата, здесь нужно отстаивать свои… Вы знаете, здесь действительно, может быть, у вас такой характер, может быть, вы шеф, может быть, вы просто имеете, не знаю, либо должность, либо у вас манера поведения, либо ваша энергетика настолько сильна. Может быть, вы где-то даже попадали с ним в какую-то ситуацию, где вам пришлось поконфликтовать, а он вас взял и так вот как-то влюбился. Или же вы ему очень сильно симпатизируете. Может быть, вообще он себя не раскрывает даже, потому что, может быть, вовлечён был в какую-то ситуацию, где вы себя показывали с такой очень строгой стороны, что ли. Ну, либо это была конфликтная ситуация, где вы показали, что вы женщина не робкого десятка, либо не полезете за словом в карман. Возможно, было какое-то противостояние. И здесь, знаете, немножечко эта неловкость идёт. Потому что ситуация кого-то касалась, и вы обижены на кого-то, а он боится, что вы и на него можете сердиться. Или косвенно как-то он не виноват, а что-то как-то боится под руку вам попасть. Девочки, вот здесь прям показывают, тут тайна. Тайна. Прям королевы мечей показывают, да. То есть была какая-то ситуация, что он теперь осторожничает. Ну, тайна так тайна. Может быть, вы сами понимаете уже, о чём идёт речь. Так, давайте посмотрим ещё. Так, что там ещё? Какая характеристика этого мужчины? Какую нам покажут? Девочки, ну, этот человек очень стабильный защитник. Сын камней. Здесь, знаете, мужчина ответственный, надёжный. В принципе, отличная характеристика. Его суть такова, что он мыслитель. Это, знаете, мыслитель, который на камне сидел в пузе. Такой, да, там, левая рука, там, на правое колено. Или наоборот. Помните, да, что ты напомнила сейчас? Вдумчивый. Человек, знаете, очень похож на одиночку. А давайте спросим, есть ли у него подруга, жена. Что нам покажут? Что это за мужчина? Давай ещё побольше покажись. Давай твоих характеристик побольше посмотрим. Смотрим. Девочки, маг. Маг. То есть здесь мужчина может быть и свободным, и в отношениях. Но он не будет показывать себя сразу. Так, мужчина всё-таки, знаете, на первых порах он будет стесняться скрываться. Но на самом деле здесь гремучая смесь. Возможно, он может подставить так ситуацию, чтобы вам как-то понравиться и выйти из тени. Возможно, в профессиональном плане, если вы где-то по работе соприкасаетесь, по деловым отношениям, каким-либо, может, по социальным, то этот мужчина, возможно, добивается как личностного роста, так и профессионального. И, возможно, он, может быть, знаете, как хочет вам соответствовать как-то вот так. В знаниях, просто в знаниях даже, да, в своей просвещённости, осведомлённости, возможно, в каком-то деле. То есть он нацелен на то, чтобы его уважали и быть профи. Что ещё? Ну да, девочки, нулевой аркан, шут. Вы знаете, здесь, конечно, он у нас обозначен мультиверсом, безграничность. Это очень большие возможности у этого человека. Внутри этот человек не такой, как все, он необычный. Очень даже может быть, почему он является тайным вашим поклонником, потому что здесь идёт некое несоответствие. Знаете, может быть, это разные социальные ниши. Это может быть возраст, большая, большая разница в возрасте. В общем, везде, где есть большая разница, да, где очень большой жирный минус и очень большой жирненький плюс, вот там может проигрываться ваша ситуация. Здесь, знаете, не за что, а вопреки чему вот эти отношения. То есть они могут быть, кстати, тайными. И здесь у нас мать мечей выходит тайно. Возможно, эти отношения нужно сохранять в тайне. То есть вы можете быть несвободны, может быть, оба. Может быть, он, конечно, холостякует, но нравится другим женщинам. Он какой-то всё равно одиночка. Вот мне девочки не показывают отшельника, но он внутренне считывается как одинокий человек. И мы ему очень сильно запали, так сказать, на его личное пространство, вошли в его интимный круг, скажем так, да, в его личный такой личностный план, куда он может никого не впускать. Так, а что ещё, девочки? Ну, здесь ещё и королева мечей идёт. Знаете, действительно, этот образ, может быть, вынесен как его воспитанием. Вы можете, действительно, девочки, вы можете быть старше, но, может быть, у вас разница наоборот, что вы намного моложе, но всё-таки здесь проигрывается по возрасту. Это, может быть, всё-таки человек моложе вас. Либо он себя ощущает в вашем присутствии, себя недостойным мальчишкой. Вот как-то так. Хотя этот человек, ну, просто бездна интересов, перспектив, возможностей, неординарности, незаезженный подход к различным ситуациям, либо выхода из сложностей. Возможно, он вообще какой-то изобретатель, может быть, знаете. Не знаю, может, айтишник, но он в таких технологиях может вариться, которые такие продвинутые, которые ведут нас к прогрессу. Он может очень прислушиваться к своим родителям, уважать маму, может быть, сестёр, вот что-то такое ещё проигрывается. Вообще он должен уважать женщин. У него хорошее воспитание. Это не тот мужчина, который будет говорить, «Сама коза», да? Вот. Ну, я, знаете, утрирую. Я надеюсь, что каждый понял в меру то, которое вам нужно. Вот. Девочки, давайте, знаете, что ещё посмотрим? Что его конкретно привлекает в вас? Прямо вот что конкретно? Сын кубков, вопрошающий ответы. Вы знаете, он сам бы хотел понять, что его так сильно в вас зацепило. Ну-ка. Он сам ищет ответ на этот вопрос. Ну да. А, девчат, вы знаете, у него есть к вам и эмоции, да? Он эмоционировать не поймёт как, да? И есть страсть. Но страсть – это с эмоциями. То есть, я повторяю, здесь не наблюдается манипуляций, грубости. Это как глоток свежего воздуха. Что для него, что для вас. В принципе, вот эти его эмоции, ну, они могут быть таковыми. Может быть, вы знаете, может быть, вы общаетесь, просто он ещё не проявляет себя, и вы можете только догадываться. Так, ещё что? Девочки, вот здесь выходит рассудительность. Рассудительность. Всё-таки у него хорошее воспитание, девочки. И у него, видимо, есть настроение, как извините, на традиции всё-таки. Несмотря на то, что он сейчас не может никому, в принципе, сильно привязываться, да? У него очень хорошие перспективы. Потребность самовыражения очень сильная. Но этот человек, в принципе, может заботиться и ухаживать, вот как не по годам, да? Вот даже не важно, сколько лет человеку, но в нём и мальчишка, и взрослый умудрённый опытом человек. И то, что ему нравится вас, вы знаете, вот он сидит и думает, девочки, рассуждает, вопрошающий ответ, искра Божия. Вы знаете, для него как счастливый случай, как какая-то такая, вот как пишут здесь, искра Божия, да? Но что-то такое, что нельзя объяснить. Очевидно, вот эти бабочки, да, которые летают, вот вы вызываете у него и в сердце, и в душе, да? И в животе, да? Я повторяюсь иногда в некоторых видах, но иногда лучше не скажешь. Вот такая простецкая фраза, да? Но тем не менее, девочки, ну-ка давайте посмотрим, что он думает сейчас о вас. Что он думает о вас сейчас? Может, он будет появиться, или что? Девочки, шестёрка жезлов, победа. Опять же, да, он хочет соответствовать, он хочет вам нравиться, он хочет, чтобы он проявился, вот тогда, когда он проявился, чтобы, да, понимаете, может быть, он премию какую-то получит, раз его распознаете, он скажет, ну что, дорогая, пойдём в кабак. Всё. Деньга греет кармашек. Ну, я, конечно, шучу, утрирую. Он хочет быть достойным, он хочет быть значимым для вас, он хочет иметь социальное уважение, уважение окружения, чтобы не просто так, как бы, да? Он даже может немножечко, ну, не придумать перед вами какую-то историю, но все свои лучшие качества вам преподнести. Так, а что ещё? Ну, девчонки, здесь вообще, здесь идёт у нас старший аркан, алхимия, инь-янь, старший аркан, судьбоносные перемены, слияние двух энергий, мужской и женской. Здесь очень много какого-то мистическо-духовного, очень много непонятного, но то, что, вот, когда, знаете, нельзя это словами объяснить, да, но оно просто происходит, и всё. И вот увлечёт, как я уже сказала, не почему-то, не по какой-то причине, а вопреки всему. Ух ты, две карты, два аркана вышло, мы два и посмотрим, что нам ещё скажут. Таро. Девочки, всё это может со временем перерасти в страсть, в действительную такую, очень сильную страсть, очень большое, искреннее, красивое желание. Просто я смотрю, вот по сопутствующим арканам, да, здесь такая очень красивая история, на самом деле, может быть. И сила, уверенность. Да, этот человек, знаете, он может возмужать, если он помладше, но, как бы, знаете, ещё подпитаться, да, как-то энергетично, и, ну, знаете, как цены себе не знает человек, возможно, он должен просто познать свою силу. Вот мы часто говорим, что женщина, да, познаёт свою силу в отношениях, либо в определённых ситуациях, вот. А здесь мужчина с вами, вот с этой ситуацией, как тайный ваш поклонник, обретает внутреннюю силу. И он должен её обрести, чтобы чётче перед вами проявиться. Но здесь пройдёт время, опять, может быть, это будет не сразу, появится ли он в ближайшее время, проявится, долго ли он будет, вот, трансформироваться, да, от застенчивого молодого человека до уже уверенного в себе ресурсного мужчины, который вам может признаться в своих чувствах, в своих намерях, в своих желаниях. Так, что там у нас по действиям, по времени, девочки? Ну, вышла карта бланка. Этот вопрос закрывается, здесь высшие силы, говорят, притормозите, нет ответа, должно сначала всё естественным образом, вот как-то вы должны повзаимодействовать, либо ещё, ну, не знать, всему своё время, вот здесь высшие силы, они либо помогут, да, но сейчас не время спрашивать, пока это действительно тайна, покрытая мраком, что будет дальше. Хорошо, мы сейчас ещё зададим вопросы на другой колоде. а что нужно делать вам пока? Ну, или желательно, кстати, девочки, это не, вот сейчас то, что появится, это не для ваших действий, говорится, это не вызов для действий, а вам информация к размышлению, то есть выбор делать в любом случае и вам, да, это не призыв к действию. Так, у нас выходит король мечей, у нас выходит умеренность, и, девочки, звёзды, здесь мужчина всё-таки, он выходит, он был и у нас и Жезловый, и Пентакль шли, и мечи шли, то есть он ещё будет трансформироваться, да, искать себя, для вас это выйдет, как мужчина, критичный, интеллектуальный, может быть, шеф, может быть, сначала подчинённый, потом шеф, да, но суть такая, что этот мужчина может быть влиятельный, а может быть, структура его мышления, его сознания, она очень логична, нетороплива, требует и вообще этот человек и вся ваша ситуация требует времени, требует развития, пока как бы недостижимая, да, мечта там о взаимодействии, но здесь будут проходить трансформации, старшие арканы, значимая, судьбоносная встреча, здесь вы нравитесь, и человек интересуется вами, ну, очень серьёзно, как-то надеется проявиться, или возможность проявления через какое-то время, но не сейчас, и тем не менее, он сам присутствует, он не будет отказываться от своих слов или от своих намерений, от своих желаний, он очень серьёзный, плюс ко всему, всё-таки он серьёзный человек, сейчас прошу ещё, ещё немножечко энергии сейчас, разнообразим, энергии, так, давайте сейчас оракулы, норман, девочки, здесь вам предупреждение, будьте аккуратны, это в целом, вообще в целом, никому не доверяйте, не нужно друзьям, либо сотрудникам, на работе, на работе вы работаете, личная жизнь, это личная жизнь, не интересуйтесь, я открыто, или даже, может быть, вы будете тайно спрашивать о ком-то, вот сейчас вам, вы, допустим, предположили, что это за человек, но вам не нужно никому доверять, эта информация касается вас и его, без посредников, иначе вас ожидает подвох, подвох, неискренность, проявите здесь хитрость и женскую мудрость, чтобы добиться результата, вам придётся отсидеться в норке, хитро, коварно и лукаво, шучу, лиса хорошая карта, тем не менее, он говорит о том, что нужно быть аккуратным, никому не доверять, в принципе, кроме самой себя, да, человек как-то может к вам проявиться, девочки, чтобы вам свить собственное гнездо, или, знаете, то гнёздышко, то гнёздышко, здесь мы ещё не видим пока, что это будет брак, это любовное отношение, да, мы просматриваем тайного поклонника, и что пока из этого следует, на ближайшее время, да, какие-то нюансы, на что вам обратить внимание, то есть если вы хотите, чтобы у вас всё было более-менее гладко, вообще берегите своё гнездо, во-первых, то, что сейчас у вас есть, да, если у вас есть отношения, будьте аккуратны, пока не время и не место, допустим, самой действовать, самой что-то делать, наблюдайте за ситуацией, дорогие, и поменьше рассказывайте о себе, о своём увлечении, возможно, вам кто-то нравится, и вы делитесь, нельзя девочке этого делать, ни в коем случае, но выбор за вами, итак, первый вариант, благодарю, что были со мной, и надеюсь, вы подписываетесь на мой канал, обязательно жмите в колокольчик, девочки, отправляйте скрины, никто, ну, мало кто, мало единицы, давят в колокольчик, потом говорят, что что-то не видят видео, конечно, вам не будут приходить, если у вас нет оповещений, солнышки, проверьте, пожалуйста, чтобы у вас были дзынькнутые колокольчики, нажаты, итак, дорогие, кто выбрал второй вариант, смотрим вашу ситуацию, мужчина, ваш тайный поклонник, появится или нет, девочки, пока есть ситуация, что человек не хочет себя действительно обнаруживать, здесь есть некие страхи, здесь есть желание закрыть информацию, либо он находится сейчас в состоянии, ну, не совсем энергетичном, может быть ослаблен, как-то физически, по здоровью, либо эмоционально, девочки, у него может быть перегруз, мы смотрим пока чистую характеристику, пока волноваться не о чем, давайте дальше посмотрим, вышел мужчина, мужчина воздуховоздушный, король мечей, мужчина, девчонки, ну, что здесь можно сказать, кроме его интеллекта, и взвешивания всех за и против, конечно же, этот человек может быть очень авторитарным, себе на уме, но нужно смотреть, что еще о нем покажут, либо это будет плюс его характеристика, либо минус, да, вот к такому король мечей у нас неоднозначные фигуры, девочки, мы все это знаем, но в принципе у него очень много положительных сторон, очень часто бывает, что это не бабник, мужчина, который влюбляется, но он очень рассудочно, он не будет делать лишних движений, никаких акробатических пируэтов, и выкидывания коленец, у него все как-то будет продумано, как 3.15, да, типа в темпе вальса, или марша, так, что так с какими-то он сомнениями, что-то он думает, думаю, какой-то думает, или что-то плохо, что это, давай-ка посмотрим, какая характеристика, так, ну, в принципе, знаете, человек стабилен, и есть некие страхи, очевидно, это его персональное, резких скачков эмоциональных, во всяком случае, здесь не показано, стабильность, стабильность, в принципе, очень хороший аркан, здесь могут быть и подарки, мысли, может быть, он обдумывает, да, как лучше к вам подойти, как обставить ваше, ну, проявление себя, да, для вас, или же он будет инкогнито, девочки, нет, император, мужчина решительный, настойчивый, мужчина вполне себе отвечающий за свои слова, за свои поступки, любит находиться в центре внимания, и любит, ну, знаете, почтение, да, почтение, внимание, уважение, он очень любит, ценит, прям мужик, мужик, так, ещё его характеристики, ну, девочки, знаете, конечно, мужчина очень авторитарный, и он будет при своём мнении, всегда вы можете, можете даже вот в окружении своём понять, кто это, если он в окружении, да, находится, ну, может быть, даже в интернете, просто по переписке, может быть, это тайный поклонник, вы ещё не знаете, может, вы просто переписываетесь, но он как-то вас тоже мониторит, да, интересуется вами, человек, который будет настаивать на своём, прав он, не прав, он должен быть всегда, догадайтесь, прав или не прав, ну, конечно же, прав, то есть, он, его мнение решающее, либо он остаётся при своём мнении, он может защищать свою территорию, свои, даже, знаете, мысли, то есть, это интеллектуальное, что-то интеллектуальный труд, то есть, он очень настойчив и в продвижении своих идей, своих планов, он будет добиваться своего, человек такой деятельный и высокого мнения о себе, возможно, да, но этот человек, давайте ещё его характеристику посмотрим, чтобы не быть голословными, но здесь ещё добавляется огонь, человек страсти, человек больших энергий, в совокупности с королём мечей, это всё-таки интеллект в квадрате, и плюс, оно одно другое будет заглушать, то есть, он страстный, сам по себе, вот опять же, коленца выбрасывать не будет, у него будет как-то всё, знаете, девочки, всё-таки по порядку, будет он выстраивать стратегию, да, действий своих, человек амбициозный, человек амбициозный, авторитарный, амбициозный, страстный при этом, девочки, ещё характеристика, человек вас влюблён, либо он сейчас находится вот в таком подвешенном состоянии, как бы на грани, да, безусловное к вам притяжение, безусловно здесь страсть, желание и иногда недостижимость из-за того, что вы можете быть в других отношениях, и вы и он, сейчас ситуация третьего лишнего, треугольники и так далее, здесь может проиграться. Девочки, да, очень большая страсть и желание к вам вожделение, возможно, вы уже были в контакте с этим человеком, возможно, вы встречались, кто-то бывший, может, девочки, наблюдать за вами, страстно вас желать, вспоминать о вас, но могут быть какие-то, возможно, вы очень сильно поругались, или же вы просто разошлись, и через какое-то время он о вас вспоминает, да, здесь ситуация, американский город, здесь идут взвешивания, все за и против, очень ему хотелось бы, да, он то, знаете, то на высоте, то вниз опускается, пока не может определиться чётко, как ему быть в этой ситуации, что ему делать, и так хорошо, и эдак, тоже неплохо. Девочки, ну что здесь, вот тут тоже у нас, смотрите, выходит старший аркан взаимодействия всех стихий, девочки, трансформационный момент в жизни человека, все стихии гуляют, разгулялись в одном человеке, да, вот в его мире здесь есть всё, то есть вы можете себе представить, да, что в этом человеке сейчас, ну, органично должно сосуществовать всё, что только можно представить, даже по части и темперамента, и его эмоций, и важно, что это, вот в этой ситуации, знаете, всё равно вы придаёте уверенность для его мира, для его представлений в целом о жизни, там, где он себя чувствует уверенно, в этом мире есть вы, и он ваш тайный поклонник, тайный воздыхатель, но тот, кого вы можете уже знать, да, но на данный момент, возможно, ему удобно этой ситуации оставаться инкогнито, как-то вы уравновешиваете его, вот мысли о вас, давайте ещё какие-то мысли о вас, мысли здесь девочки, всё-таки соблазнительного характера, да, пока по большей части вы вызываете в нём вожделение, вот видите, как прям как раз тут у нас падает одно под другим, вот эта ситуация с любовью, да, как вторжение в его мир, и в принципе, вместо того, чтобы всё там расстроить, тем не менее, вы уравновешиваете этой ситуации, он понимает, что для него это, ну, настолько значимо, да, что, как говорят, ты моя вселенная, вот как-то так здесь, и ещё мысли девочки кармические, да, он знает вас, как будто бы он знал вас всегда, человека, которому можно доверять и доверить, кто-то давно уже на самом деле знаком, может быть, у вас это из прошлого вообще, ваша первая любовь вот так проявится, он вас мониторит сейчас, может пройти очень много времени, в любом случае, это кармические частички, родственные частички, душ, которые встречаются, которые наблюдают друг за другом, так, а давайте ещё посмотрим, что он о вас думает сейчас, что карта перевернулась, интересно, девочки, девочек, если вы поругались, он хочет проявиться, если вы в ссоре, значит, уже знакомы в ссоре, разошлись, разбежались, даже, может быть, уже забыли, но вспоминали иногда, то здесь есть желание проявиться и с вами помириться, в любом случае, это объединение, примирение, объединение, какое-то совместное взаимодействие, взаимодействие, это всё-таки любовь, и это даже желание, прошло время, он уже готов с вами вместе проживать, вот этот вот его мир, его дом, определиться, девочки, что ещё, какие мысли, ну, вы любимая женщина, вы женщина, мягкая, вы женщина копковая, то есть, это женщина, значимая, как сама любовь, вот сама женщина, забота, внимание, любовь, женщина любящая, девочки, но самые благоприятные пока мысли, хотя вот тебе и здравствуйте, вот здесь и луна, вот тебе бабка и Юрий в день, да, то есть, здесь девочки всё-таки на подсознательном уровне, вот тут-то страсти разыгрываются, да, вот здесь-то, как говорится, где собака порылась, где, ну, тут у нас, конечно, борьба добра со злом, да, и здесь идут внутренние, психологические процессы, девочки, иногда даже это может быть сродни, вот даже начало мы посмотрели, да, сродни тому, что даже не даёт спать вот эти мысли, какой-то перегруз, какой-то эмоциональный стресс, да, какие-то, знаете, тайные страшилки, да, которые, рассказанные на ночь, да, при свете дня оно не так страшно, а вот во время ночи, да, как раз самое страшное время, самое тёмное время, точнее, перед рассветом, девочки, что-то должно проясниться, у него в мыслях, у него в его голове, в его подсознании, он сам иногда не понимает, чего он имеет, для чего он хочет, что с ним происходит, очень такая инфернальная ситуация, глубоко его волнует, и вы, и то, что он к вам испытывает, причём, приводя его буквально в депрессивное состояние. Ещё твои мысли, какие может быть, что-то в действии. Девочки, он понимает, что он с вами потерял какой-то шанс, возможно, надеется ещё, что вы дадите ему шанс на свою любовь, на свою симпатию, да, может быть, вы вообще его всё отвергли от себя, он очень переживает, он, знаете, сейчас он просто может холить или лить свою грусть, вот это состояние, ему в нём хорошо даже может быть, это такое, знаете, садамаза, моральное, но потому что не хватает сил, очевидно, выбраться, всё-таки здесь очень большие эмоции, девочки, здесь может проигрываться очень сильная любовь, и, возможно, это не первый раз, где он уже сделал ошибки, и теперь он, знаете, как за соломинку хватается, и не знает, как к вам подойти или как вырулить эту ситуацию правильно, неужели он так сильно накосячил, может быть, здесь действительно ситуация была с третьим лишним, он виноват, и вы его отправили за дровишками в лес, да, пришёл с дровами, а у вас уже капремонт, новая изба с газовым отоплением, прощёлкал как-то он свой шанс или что-то такое, девочки, он мог, кстати, уйти, ничего не сказав, сам накосячил, сам наделал дел, возможно, даже вы жили вместе или что-то у вас было совместное, резко мог быть его уход, опять показывают дом, пришёл к другому, ну-ка, девочки, если он ушёл от вас, вот здесь была трансформация, это как обнулиться, это как был удар спину, возможно, для вас, но и тем не менее, для него, вот он от этого ухода сам же и пострадал, девочки, каким-то образом, второй вариант, вы уже были знакомы, здесь должен быть бывший ваш, или ещё пока настоящий, на кого вы в обиде или просто вы не ожидали какой-то выходки, или же, девочки, если он изначально был не свободен, вы просто смотрите, здесь ситуация идёт полного обнуления, или он готов уйти, ему нужно уйти от старого, действительно, всё, знаете, как получить вот эти вот удары в спину, для того, чтобы ему, ну, либо он будет хулить или леет себя, лежать на диване, да, хулить свою болезнь, свою депрессию, себя жалеть он будет, либо же он воспрянет, ну-ка, воспрянишь ли ты, проявишься ли ты, девочки, прям вообще, ну, пока как бы дважды два, 50 на 50, эмоции очень большие, всё, вот здесь четвёрку показали, мне ещё все дома его показали, девочки, да, исцеление должно быть, будут ещё сомнения, но должно быть исцеление, девочки, ну, вот вышла карта, дерево сиферот и дерево жизни, вы знаете, здесь большие трансформации, вот, в принципе, в раскладах у меня редко этого ходило, да, вот такая карта, и я её либо убираю, либо она у меня в колоде, но она не проявляется, то есть здесь судьбоносные моменты в жизни этого человека, и он должен ещё пока все свои уроки пройти, все свои пилюли горькие проглотить, вылечиться, выздороветь, да, исцелиться, ну, духовно, морально, физически, как угодно, и тогда он будет уже готов проявиться, вот пока он тайный, всё-таки ваш, ваш известный, либо же неизвестный, смотрите, но тогда у него вот такие трансформации внутренние проходят, тогда если вы, ну, как бы не знаете его, да, этот мужчина, который вами интересуется, тогда вот в его жизни проходит разбор полётов, возможно, в своих бывших отношениях, но он уже нацелен на вас, вот, как бы, или так, или так, хорошо, девочки, с первой очень интересным был вариант, там тоже было необычное, такой, да, всё здесь надо закрыть, и давайте для вас сейчас ещё посмотрим, сейчас, девочки, что на вас покажут, ещё интересное, может быть, что вам пока делать, опять же, повторяюсь, это не вызывание к действию конкретному, вам нужно думать, информация для вашего размышления, мы смотрим, ну, девочки, у вас тоже трансформация, обновление происходит на данный момент времени, вы можете, конечно, знаете, тут немножко взгрустнуть ситуацию вам, или просто ваше состояние, к тому, что, девочки, вы готовы любить, вы готовы, вы желаете встречи, вы желаете любви и всё-таки серьёзных отношений, возможно, вы знаете, что ваши дела, в вашу жизнь вмешивается третий лишний, вы хотите обнуления, вам надоела уже ситуация, когда вы не можете свои отношения настроить только вы и он, и чтобы действительно было всё гладко, хотя, может пройти ситуация, будет обнуление, и вы придёте к состоянию влюблённых, ведь любите, быть любимой, так, ну-ка, ну прям император, девочки, ну здесь мужчина должен быть сам, он сам должен проявиться, и он должен обязательно вот здесь участвовать непосредственно, в том, что вы хотите, то есть как-то, если вы, вы можете только себя трансформировать, сами, да, начинаем всегда с себя, но какие-то дела и поступки, здесь придёт мужчина, который должен будет сделать всё сам, за вас, вот это должен быть показать свою любовь, свою искреннюю к вам расположенность, сказать о своей любви и о желании действовать, брать на себя ответственность, что же ещё пока делать, сейчас возьму ещё вот так, девочки, ещё то ли предупреждение будет, то ли наоборот, как радостная какая-то вам такая весточка, да, ну-ка смотрим, девочки, рыбы, здесь о сексуальности быстрота какая-то, может быть долго тянуться, потом раз, и всё как-то быстро произойдёт, девочки, кто хочет забеременеть, кто вот, ну готов, какие-то вопросы у вас есть, и сам мужчина выходит, вышел он, должен проявиться, должен себя показать с любовью к вам, с вниманием, ну, в принципе, сейчас посмотрим третью карту, но здесь есть вариант, как бы, наладить брак, наладить свою личную жизнь с рождением детей, девочки, ну кольцо, у вас здесь, в принципе, ну смотрите, замужество, идёт замужество, чёткое время, пока не подсказывает, мужчина вот здесь должен перетрансформироваться, и прочее, вот ваш тайный поклонник, девочки, с любовью, со стабильностью, у вас сейчас трансформация, так что вот так, девочки, второй вариант, надеюсь, вам, если понравился расклад, то вы и подписаны, и колокольчик вы, звените в этот колокольчик, да, лайки ставите, девочки, взаимности вам, всего самого, как говорится, чего вы хотите, замуж хотите, пожалуйста, порадуйте потом меня в комментариях, да, чтобы всё у вас было, но главное, чтобы это было взаимно, с любимым человеком, и со всеми вот, приятностями, которые могут сопровождать в ваши отношения, в ваши чувства, кому нужно, обращайтесь на индивидуальный приём, буду рада помочь, ну и третий, третий вариант, давайте посмотрим ваш вариант, дорогие троечки, давайте посмотрим, что же у вас за тайный поклонник, что за тайный поклонник, знаете его, не знаете, покажет себя, не покажет, какая характеристика этого человека, девочки, ну этот мужчина, который, он показывает себя, да, он эмоциональный, он может быть влюблён в вас, он хочет с вами взаимодействовать, каким-либо образом, то есть себя проявить, и здесь будет желание, если вы в ссоре помириться, то есть вы можете знать, ну где-то помириться, и человеке немножко так, убрать из своего поля зрения его, да, а он-то о вас думает, и он хочет и помириться, либо проявиться, может быть, через сотрудничество с вами, а может быть, сразу скажет, дорогая, я в тебя влюблённый, ещё характеристика этого мужчины, девочки, мужчина с хорошими, приятными такими перспективами по жизни, но ему нужна спутница жизни, мы ещё не знаем, есть у него кто-то или нет, но возможно не хватает, если даже есть кто-то, то ему не хватает, чего-то в той женщине, в той партнёрши, для того, чтобы он был счастлив, или же он сам по себе, девочки, и он может как резвиться, как ребёнок, желать всё-таки уже более серьёзного для себя, девочки, ну тоже здесь идут у него как сомнения, выбор, выбор, и выбор должен быть сделан уже, в конце концов, как-то в лучшую сторону, он должен принять решение, что-то обмозговать, пока у него идут желания, пока характеристика такая, пока ещё просто почва как бы зондируется, то выбор у него, он должен подумать и принять решение, пока, знаешь, как-то в начале пути, что ли, что-то такое, вот, что ещё, какая характеристика, девочки, ну, знаете, черта может быть такая, что он ищет женщину, которая бы подходила под его представление, вообще, о том, какая женщина в быту должна быть, какая она подруга, да, мать, для детей, для совместных, либо же для него, естественно, друг и близкий человек, со всеми вытекающими, то есть иногда, да, знаете, он может просто перебирать, одна не подошла, другая не подошла, такое тоже может быть, иногда он может, знаете, просто ещё, ну, вот есть у него в голове какие-то свои пункты, да, по части женщин, и он может быть резок, если, знаете, даже непонятно, почему человек уходит, да, ну, просто вы-то всё для него, и пироги, и котлеты, а он-то, извините, оказывается, у нас овсянку любит, а может, знаете, а может, вообще где-то в ресторане обедает, хорошо, ещё характеристика, девчонки, ну, иногда бывает себе на уме, скажем так, сам себе что-то придумал, сам поругался, вот, только это не в плане, что женщина, а в плане себя, понатыкал там всем, да, этих, в авоську, морковок, значит, разругался со всеми, и потом сам себе важный такой сидит, из друзей, вон только кролик, и ещё джин в кувшине, ну, или чё погорячее, сам себе, да, сам себе, отважный, бумажный, может быть, ещё и не денежный, девочки, ну, что-то такое, весь грусть и печаль, то есть, он, знаете, любит как-то такое, вхождение в свои думы, грёзы, что-то он, не просто, он, мыслитель, такого даже не показано, он хочет, он хочет любви, либо примирения, либо, ну, либо отношений, когда практически под одной крышей, да, что-то такое есть, в нём просачивается, ну, что же здесь происходит, что же, какие-то недомовки, какие-то тайные, тайные какие-то подвохи, что за подвохи, девочки, он не уверен, что ли, по части женщин, не могу понять, в целом, и по поводу вас, хочется и колиться, ага, и хочется-то ему стабильности, и мудрости женской, чтобы, ну, знаете, как-то странно, женщина должна быть выше его, по статусу, интересно, ну, в принципе, он хочет и стабильных отношений, и чувств, и стабильности, а сам он в каких-то играх разума находится на данный момент, и на сердце у него плохо, вы знаете, что показывают королевы мечей, то есть юнош, это наш, наш молодой человек, он, вот этот ваш тайный поклонник, уже сталкивался с проблемками, с женской коварностью, сталкивался, и вот у него на сердце, кстати, может быть, знаете, даже совершенно разные типажи, женщин, возможно, он в программе, у него программа поиск вообще, разные женщины в его жизни присутствуют, ему, конечно, хочется и обольстительницу, красотку, и чтоб мудра была, наверное, ищет свой идеал, девочки, ну, вот, ищет свой идеал, этот мужчина ищет, ну, и вы каким-то образом подходите под его идеал, но он пока не проявляется, да, что-то в тайне держит, тайно, но, может быть, вы его уже знаете, все-таки, тем не менее, вот у него идут три разных типажа, ну, хорошо, в сердце что-то неспокойно, да, нужно одна мечтать, но он все-таки хорохористый, девочки, тоже такой, знаете, не подарок, что ли, но пока он может, знаете, как еще не уметь общаться правильно с женщиной, пока не показывает нам мягкость, ну, сейчас еще посмотрим, еще характеристика, и давайте еще мысли его посмотрим, так, вот характеристика здесь у нас идет, жажда, страсти, ковырство и любовь, девочки, все-таки пока, пока на первых порах, конечно же, он может, знаете, желать страстно, в интимном плане, вас, да, и здесь, знаете, как все-таки привязка, здесь еще не совсем любовь, но уже мучения какие-то, дергания, щекотания нервов, вот что-то такое, страсти, нужно, чтобы обязательно было какое-то страдание, а потом дикое примирение, и вот такие страсти, знаете, как, знаете, может быть им сейчас движет как раз-таки не, знаете, может быть сейчас просто им движет гормоны, страсть, и по большому счету, да, если брать, поводь все-таки в старший аркан, то он, знаете, своими демонами захлёстнут, и здесь гормоны, играй гормон, да, может быть, девочки, ну здесь, конечно, интересно, вот сейчас третий вариант, какой-то, может быть, как и пикаперство, но только в таких, желания, да, желания заполучить, а вот потом что, ну а потом это как-то, знаете, девочки, как раз новый виток, может быть, здесь также с терзанием, да, с каким-то, и чтобы потом, через какое-то время, какое-то было отдаление на какое-то время, да, надо было подумать, ещё что-то решить, и тянет, безусловно, тянет, вас тянет друг к другу, со страшной силой, если поругались, и этот ваш тайный поклонник, ваш бывший, он хочет помириться, он хочет, девочки, возможно, он там гуляет, вы знаете об этом, но, возможно, вы замужем, он там молодой любовник, или ещё что-то такое, вы понимаете его ситуацию, ну он в принципе, ну что ему надо погулять, и что вы, возможно, не свободны, но это даже вы свободны, и вы тоже всё это понимаете, и терзаетесь сама, переживаете, вот определился, что, возможно, это тот человек, вот этот ваш тайный поклонник, ваш тайный воздыхатель и наблюдатель, и вы в ссоре, вы помиритесь, либо он появится, и вы как-то должны будете обговорить вашу ситуацию, но уже примирившись найти какой-то, знаете, консенсус, да, какие-то точки соприкосновения, и как вы будете дальше с этим, вот со всеми вашими страстями, жить дальше, скажем так, да, что это будет, но пока это прям очень сильное желание, так, ищу мысли о вас, ещё мысли, 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 девочки, здесь тоже, здесь желание быть наполненным, радоваться жизни, и, в принципе, с вами делить вот эти радости, да, вам очень какие-то всё равно, здесь страсть идёт, страсть кипит, бурлит страсть, девочки, ещё будет думать, думать, он думает о вас, о том, что ему нужно подумать, как бы он не хотел резко проявиться, он что-то взвешивает, девочки, кому-то с подарком придёт, с каким-то предложением, и ещё, девочки, ну пока, пока здесь ситуация, что мужчине, да, его, в его мыслях, он либо думает, что вы одна и ждёте его, либо ему нужно побыть одному, вот здесь разобраться со своими карусельками, да, со своими проблемами, амурного характера и всеми прочими, и уже сделать определённый выбор свой, здесь он должен стать на правильный путь, ему нужно остепениться, этому мужчине нужно остепениться, девочки, здесь может быть ходок гулёна, который не может определиться, ему бы всё радоваться, и в принципе, а может быть даже где-то подарки получать, здесь могут быть девочки всё-таки, и Альфонсо, попадать вот в таком проигрыше, он поумнеть должен, всё-таки страсти у вас кипят, обоюдные должны кипеть, вот какой-то такой мужчина, девочки, и ещё сейчас смотрим, вот так рядочек, да, что нам покажут наши карты, девочки, ну, безусловно, жрица, это быть в нужное время, в нужном месте, вы для него женщина, мало того, что мудрая, вы ещё и таинственная, и загадочная для него, он вас не может познать до конца, и здесь нужно сделать такой перерывчик, страсти, страстями, но нужно прочувствовать вообще, знаете, вот какой-то здесь тонкий момент этих отношений, нужно абстрагироваться и довериться Вселенной, разгадать какие-то загадки, что-то вы будете ещё, или он будет ещё узнавать, или узнаете, девочки, ещё нужно что знать, что он хочет, чтобы вы его ждали, возможно, вы уже когда-то его ждали, либо он ждёт с вами соприкосновения, или когда он может вас куда-то пригласить, пусть то будет в свой дом или квартира, либо на вечеринку, или просто на ужин, либо же куда-то в какое-то заведение, где-то он может как-то проявиться вместе с вами, где-то предложить вам что-то, и ещё, девочки, вот здесь, конечно, ещё, у него не будет всё так легко, всё равно его головушки, нервишечки у него тоже могут ходуном ходить, и этот мужчина также, знаете, как-то вот он, давайте посмотрим, что за страхи, страхи, знаете, лунные процессы проходят, знаете, он что-то скрывает, девочки, и он очень хочет стабильности, я так думаю, что если у вас, вы стабильны будете, если вы будете независимы, как-то быстрее решение, что ли, примет, здесь есть, девочки, момент такой, что он что-то узнаёт, какую-то информацию, он боится чего-то, боится, может быть, что его на деньги разведут, или как-то стабильность нужна, но здесь, девочки, идёт какая-то неискринясть, здесь нужно быть аккуратным с этим человеком, девочки, не нарвитесь на манипулятор, на пикапера, здесь такой вариант тоже может проигрываться, но тут, знаете, как мы только индивидуально можем проверить, да, всё-таки, здесь больше страсть, и, возможно, это появление, как радовать женщину, да, и что-то от неё получать, подарки, или что-то какое-то, какие-то бонусы, плюшки, здесь, девочки, тоже это может проиграться, так что будьте аккуратны, и ещё для вас, для вас, что вам пока делать, может, как действовать, как бездействовать, да, это информация только к размышлению, девочки, выбор делать вам, это не, повторяюсь, это не, призыв к действию, это общие просмотры, и вы должны нести ответственность сами за свой выбор, итак, дорогие, ну, здесь у вас ситуация, знаете, пока закрытости, и пока идёт всё-таки либо какое-то охлаждение, либо, правильно сказать, вот здесь нужно быть критичным, и не торопитесь в принятии решений по поводу, если человек проявится, здесь, вы знаете, здесь пока не время, нужно отстраниться и подождать, вот здесь тоже действий никаких делать не нужно, нужно заниматься собой, у кого-то, кстати, может даже наступить вот такая ситуация, когда в ответственный момент человек уже, может быть, предал, и теперь тайно наблюдает, может быть, и так, здесь девочки ещё бег по кругу, здесь собственничество, возможно, вы сами вот этого бывшего своего, да, если это бывший, знаете, как у вас бег по кругу идут, да, и вы отпустить его не можете, не можете, может быть, тоже где-то его мониторите сами, здесь идёт утечка всё-таки и финансовая, то есть этот вариант, будьте аккуратны, возможно, неправильный выбор с вашей стороны, он наблюдает, где-то может проявиться ещё, или же это будет новый человек, но здесь будет какая-то каверса, желание получить от вас что-то материальное, ваши силы и энергии уходят не туда, но это пока, возможно, вы уже знаете, кто это, о ком идёт речь, давайте ещё сейчас сделаем прекрасный такой коктейль из энергии, да, сейчас возьмём сейчас Оракул Ленорман, что, какие рекомендации, девочки, но всё-таки здесь прям садо-мазо, здесь, да, здесь отношения на сексуальной основе очень могут сильно проигрываться, и здесь надо всё-таки как-то, видимо, этого человека выметать, да, может быть, вы уже отшили, либо он вам сделал больно и неприятно, но он всё равно хочет вернуться, но, девочки, здесь идёт не искренность, нужно быть осторожной, вот идёт ваш дом, ваш дом, ваша сила, ваша крепость, и, очевидно, в неё пока в вашу, вот в эту крепость не надо никого впускать, вот этот ключик, да, пока тайна, вы ещё узнаете информацию о вот этом мужчине, и вам нужно будет само делать выбор, знаете, здесь это не означает, что это мужчина вашей мечты, судьбы и прочее, хотя, может быть, всё-таки что-то изменится, да, может быть, вы ждёте, знаете, как бывает, вот насолил мужчина, она, всё равно я его прощаю, но всё равно я столько потратила, ну, не я так другие, а почему не я, хочу быть счастливой, мне бы хорошо было в определённом времени, там, в определённой, в горизонтали, девочки, смотрите, по практике бывают и такие ситуации, ничего вам не могу, как бы, вам здесь идёт информация для раздумий, а кого уж вам выбирать, вот, коли вам постучать на порог, да, вот, такие тайные поклонники, или пусть он пока думает, да, то всё-таки выбор уже вам делать. Дорогие, третий вариант, я надеюсь, что вы подписаны, если вам понравилось, пожалуйста, делитесь моим видео, звените в колокольчик, обязательно, чтобы не пропустить следующие видео, пишите, пожалуйста, комментарии, давайте обратную связь, дорогие, всем взаимной любви, чтобы тайные поклонники были только принципами и королями, даже простыми рабочими, но чтобы они относились к вам искренне, с любовью. Ну а с вами была Татьяна Любимова, я природная ведьма, до новых встреч, до новых видео, и до встречи на индивидуальных сеансах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok